Партия «Справедливая Россия» провела в Казани молодежный форум, на котором обсуждали цифровую экономическую систему. Какой она будет, знает Лилия Зинурова. Технологии упрощают жизнь людей. Один за другим, твердили спикеры, на молодежном форуме цифровая экономическая система. Речь шла не только о том, как заработать в интернете, но и какие инструменты использовать, чтобы сохранить и приумножить капитал. Под капиталом все чаще звучала криптовалюта. Глобальная тема форума была выбрана не случайно. Сегодня это не просто наше будущее, это сегодня наше настоящее. И никто, как молодежь, и именно молодежи реализовывать программы и проекты именно в цифровой экономике. Золото, что не блестит, но уверенно завоевывает сторонников. Криптоинвестор Иван Щербаков объяснил, почему криптовалюту называют цифровым золотом и как работают технологии, на которых стоит биткоин. Автор курса для инвесторов поделился тем, что его привлекло пять лет назад в малоизвестной индустрии и дал совет начинающим трейдерам. Надо идти в ногу со временем, в ногу с трендами и стараться как можно больше получать информацию об этой новой технологии. Потому что все ведущие страны мира, США, Китай, Европа, они сейчас выращивают таких специалистов. И нам надо быть впереди планеты всей. Как в области искусственного интеллекта, так в области VR, AR, так в области блокчейна и криптовалют. Если концепция криптовалют покажется простой, то сложность вызывают технологии. Не все просто и с платформами блокчейн и дакчейн. Последняя стремится решить основные проблемы, с которыми сталкивается блокчейн. Это скачки времени выполнения транзакций и комиссии. Технология дакчейн позволяет сегодня делать и 100 тысяч транзакций в секунду, и 1 миллион транзакций в секунду. То есть она масштабируемая. Воодушевленный идеей киберденег Ильданис Низамуддинов разработал смарт-контракты, позволяющие каждому человеку без знания языка программирования воплощать свои идеи, обмениваться товарами и экономить время. Зачем, например, создавать еще один биткоин, когда можно найти проблемы и их решить. И сейчас я хочу решить какие-то определенные проблемы для смарт-контрактов. Потому что это мне очень нравится. Я считаю, что это мое призывание с детства, потому что с знакомством с компьютерами уже моя жизнь просто круто изменилась. Площадка форума «Цифровая экономическая система» стала важным инструментом сотрудничества для уже состоявшихся бизнесменов и тех, кто только планирует открыть свое дело. Участники выразили надежду, что обсуждение самых актуальных вопросов текущей цифровой экономической реальности будет продолжено. Лилия Зинурова, Ильдар Галюддинов, Вести, Татарстан.